Установить участников так называемой «банды ГТА» удалось в результате анализа всех нападений, совершенных в Московском и Калужском регионах, а также показаний свидетелей, вещественных доказательств и результатов экспертиз. Мотив, которым руководствовались нападавшие – жажда наживы. Самую большую сумму денег им удалось похитить в 2012 году в результате нападения в Москве на граждан Китайской Народной Республики. Злоумышленники действовали дерзко, напав днем на потерпевших и отобрав сумку с 17 миллионами рублей. К счастью, тогда обошлось без жертв. Кстати, эти деньги помогли участникам банды организовать и совершить другие многочисленные нападения, в ходе которых погибло 17 человек. Следственный комитет предоставил суду доказательства всех этих преступлений. Наряду с этим завершены следственные действия по уголовным делам в связи с побегом из-под стражи участников банды и их нападением на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, подсудимые видели, что зачастую конвоирование в суде осуществляют всего лишь два человека. Исходя из этого, они и решили предпринять попытку освободиться. Находясь в лифте с двумя полицейскими, участники банды напали на них и завладели служебным оружием. Затем они устремились к выходу, напав на сотрудников Росгвардии. В ходе перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранения, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в медицинском учреждении. Фигурантом уголовного дела является единственный выживший из пяти нападавших Хазратхон Дадахонов. Помимо этого, по статье Уголовного кодекса «Халатность» привлечены к уголовной ответственности четыре должностных лица. Командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя. Как полагает следствие в нарушении действующих нормативных актов, они не обеспечили надлежащую охрану подсудимых, а также меры, достаточные для недопущения их побега из-под стражи. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.